Добрый день, на библейский портал Экзегет поступил вопрос «Зарабатываю на жизнь картами, играю в покер с компьютером, грех ли это?» Давайте начнём с первого, с карт. Карточная символика, мы уже не раз об этом говорили, вся карточная символика взята с креста. Буби – это гвозди, которые вбивали Господу в руки и в ноги. Кресть – это крест, черви – это губка, насаженная на трость. Пики – это пика, которую пробили Господу ребро после смерти. В переводе с еврейского на русский козырь, по-моему, звучит как «мерзкий». Ну, ещё много чего такого символичного есть в самих картах, поэтому даже брать в руки карты уже, прикасаться к антихристианской символике. Это первое. Второе – ну, смотрите, как вы считаете, у компьютера есть ли свои деньги? Если вы там какие-то деньги выигрываете, компьютер же не зарабатывает своих денег, значит эти деньги откуда-то взяты. Значит, в той компании, в которой вы находитесь, у кого-то эти деньги взяли, вы там, допустим, пять человек за столом или четыре человека за столом сидите, да, все скинулись – и вы получили. Компьютер тоже. Люди, которые все это организовывают, они тоже своё получат. Поэтому, на самом деле, своей игрой и своим времяпровождением вы не делаете мир чище, лучше, ну, вы просто периодически кого-то там опускаете на уровень городской канализации по деньгам, а кто-то весь куш снимает и уходит довольно и домой, я не думаю, что вы там каждый день гребёте деньги лопатой, потому что периодически и вас тоже в эту яму-то опускают, потому что, ну, так не бывает, что один человек всё выигрывает. Поэтому, исходя из вышесказанного, первое – символика сатанистская, и второе – не принося пользу никому, вы какие-то средства имеете у себя в обороте. На секундочку, представьте, вашего сына спросят, а кем работает твой отец? Ну, кто-то скажет, у меня отец военный, он Родину защищает, кто-то скажет, у меня отец врач, он людей лечит, кто-то скажет, мой папа хлеб выращивает. А что скажет ваш сын? Он скажет, мой папа всю жизнь в покер играл, а бывал там народ в карты. Я не думаю, что ваши дети будут с гордостью это произносить. Поэтому думайте сами. Хотите заниматься этим делом, никто вам помешать этому не может. суд, но если вы хотите, чтобы дети вами гордились, и вы не марали свои руки, свою совесть и свой ум всякой гадостью, принимайте решение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова